Ай-яй-яй, ай-яй-яй, что я наделал? И опять, и снова на ремонт приехал очередной клон Пи-АВР после кривых ручек Совет мой вам, ребята, если вы не понимаете ничего, даже не знаете, что такое плюс и минус на батарейке То с такими знаниями вам лучше прибор этот не открывать Готово Снял в меню, порегулировал пунктик И теперь вот имею такую проблему Многие из вас имеют такую проблему по незнанию И сейчас там даже в инструкции на прибор пишется не лезть в этот пункт Но вы все равно лезете Вам интересно Вы думаете, что это безопасно? Ведь нет же такого пункта, например, в меню телевизора, что можно что-то сломать, да? И в приборе не должно быть, чтобы в меню полазил и что-то сломать Но в данном приборе это теперь поломка Что делать? Вот прислали мне на ремонт прибор в новой версии Аккумулятор у него не ближе к той стенке А теперь ближе к передней стенке Но зато сделали крепление Стоят стоечки и плата крепится на стоечке И вот что-то вам не нравится в работе прибора В первую очередь вы видите вот это 10,8 вольта И думаете, почему так мало? Начинаете лезть в меню Слева кнопка в меню И вольюм и звук Лайт подсветка Я специально подсветку поставил О! Минимальное напряжение батареи Давайте-ка поднимем Это напряжение Раз оно такое 10,8 Почему у меня на дисплее 10,8? Должно быть 12 Так вот, дальнейшие ваши действия в данном пункте Это вот такие вот Ничего не надо делать Вот не лезьте в этот пункт Никогда не лезьте Это 10,3 Все, вот это вот окей И вышли из этого пунктика И ничего не трогаем А почему поставили 10,3 А опять 10,8 Так вот, всегда будет 10,8 Аккумулятор у нас 3,7 вольта Через специальную схему повышающего преобразователя Прибор питается от 10,8 вольта Но данный прибор еще при 10,8 работает нормально Чувствительность у него не падает И вот выбрана такая альтернатива с преобразователя Чтобы 10,8 вольта А вместо 12, вы поняли? А в версиях прибора Где питание Ведь прибор разрабатывался изначально для питания вот от такой батареи 12 вольт, 12 вольт, 1,3 ампера Если его запитать от такой батареи Вот этот пунктик Он позволяет выставить минимальное напряжение При котором, чтобы полностью не высадить аккумулятор Не привести его в негодность Выставляется порог Скажем, 9 вольт Например Вот давайте сейчас уменьшим Вот, смотрите Мы можем выставить минимум сколько Ой, сколько мы можем минимум Но для данного аккумулятора Вообще-то лучше не меньше 9 А то и 10 Это напряжение При котором прибор отключится Чтобы не испортить аккумулятор Когда аккумулятор будет совсем слабый И нормальное напряжение 10,8 с преобразователя начнет падать Оно упадет до вот этого значения И прибор выключится Чтобы вы не делали дальнейшей эксплуатации Чтобы напряжение на аккумуляторе не упало ниже 3 вольт Это своего рода защита Защита Не нужно регулировать этот пункт Никогда Но вы полезли И делаете вот такую штуку Критическое значение 10,8 Вы делаете 10,9 Нажимаете ОК И все Приехали Как в популярном фильме В августе 44-го Бабушка приехала Беттери лоу шатдаун Все Теперь И что же теперь делать Если бы стоял в приборе такой аккумулятор Да никаких проблем Нужно было бы просто прибор зарядить А здесь А здесь Заряжай не заряжай 10,8 Выше не будет Потому если мы Потому Если вы превысили это значение 10,8 Ну может быть в вашей версии 11 11,2 Такое может быть от прибора к прибору Если вы превысили это напряжение Теперь уже ничего не сделаешь Кроме как открывать прибор И подключить Конденсатору Два провода И подключить 12-ти вольтовый аккумулятор Войти в меню Прибор включится Войти в меню И вернуть этот пунктик Назад Я уже снимал об этом Один ролик Это еще один Так как приборы На ремонт все равно присылают Но присылают Не только потому что Влезли в этот пунктик А суют 12 вольт Куда попало Не понимая вообще Где какие напряжения Начинают экспериментировать И прибор выходит из строя Сгорают микросхемы Сгорает преобразователь Сгорают диоды Сгорает плата Я уже показывал в своем ролике Вот на этот конденсатор Нужно С учетом полярности Минус Плюс Припаять два провода И Как выйти из ситуации Показываю еще раз 12 вольтовый аккумулятор 12 вольт Минус Синий провод Пошел куда? На минус конденсатора Именно припаять Чтобы надежный контакт Чтобы не соскочил Плюс Красный Смотрите Плюс Желтый провод На правую ножку Конденсатора На правую И я сейчас покажу Более крупным планом Смотрите Вот как нужно припаять Теперь Аккуратненько Переворачиваем 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 Смотрите На дисплее у нас 12,1 Вот так вот И теперь мы можем Войти в меню Ой Проскочил 10,9 Я выставил Всего лишь 10,9 А Некоторые Задирают До 12 И вот смотрите 12 Не выключается Потому что 12,1 Фактически Сейчас на этом Аккумуляторе Он немножко Наверное Разряжен Я его уже полгода Не заряжал Так вот Уменьшаем Вот это Значение До 10,3 Ок Выходим Из меню Выключаем Прибор А он Не выключится У нас Потому что Подключен От аккумулятора Ну в общем Отсоединяем И что происходит 10,8 Теперь он Запитался От вот этого Аккумулятора Ну я думаю Я немножко Растолковал Вошел Я думаю Я растолковал Вел в курс дела Вас немножко Как это работает Все Не трогайте Этот пунктик И вот теперь Прибор Можно выключить Выключить Отпаять Эти провода Отпаять Смотрите Аккуратно Ничего не замыкая Ребята Убираем И включаем Прибор Ах Провод Отпал От аккумулятора Да Вот эти все Учебные Манипуляции Привели К тому Что Проводочек Отвалился Отвалился Я его Зачищаю При вас Зачищаю Облужу Облужу Вот так Вот Никаких Третьих Четвертых Пятых Рук Не применяю Все Вручную И При вас Аккуратненько Припаяю Не я Эти хвостики Делал Быстренько Оп Все вернул Назад Смотрите И Теперь Включаем Все У нас Прибор Работает Проблема Ушла 10.8 Так и Должно Быть Подписывайтесь На канал Пишите Ваши Комментарии Ставьте Лайки Я думаю Многим Я Думаю Это видео Многим Поможет Смотрите Еще Я В этом Приборе Делаю Вот Такое Окошечко Окошечко Смотрите Как Классно Теперь У человека Будет Индикация Режимов Заряда Потому Что Здесь На плате Стоит Два Светодиода СМД Светодиоды Красный И Синенький Красный Загорается Когда Подключается Зарядка К блоку Ну на самом деле Не зарядка А 5 вольтовый Блок питания И Процесс Заряда Горит Красный Светодиод Когда Прибор Зарядился Загорается Синий Светодиод И Все Это Будет Видно Через Вот это Окошко Очень Удобно То есть Вот такую Модернизацию Я Человеку Внес И Вот видите Пока Я Аккумулятор Вот Не подключу Сюда Или Блок питания К тем Контактикам Я не смогу Выйти Из этого Режима Не смогу И вы Не сможете Все Аккумулятор Заряжен На 100% Можно Выезжать На Коп Заряжение Заряжение Заряжение